В Смоленской художественной галереи присутствует парадный портрет Каролины Пацмалаховской, кисти художника Жозефа Викара. Перед нами классический парадный портрет. Модель представлена в полный рост, в наряде, соответствующий своему статусу. Если мы обратим внимание подробно на детали ее туалета, то мы поймем, что перед нами крайне модная дама. Ее одежда целиком соответствует стилю ампир. Стиль этот возник во многом благодаря имперским амбициям Наполеона Бонапарта. Буржуазные моды с пышными юбками и корсетами стали подвергаться насмешкам. Европа больше ориентируется на античную традицию. Благодаря этому мы видим платья с завышенной талией и балетки. Они в моде, собственно говоря, по сей день. Отдельного внимания заслуживает такая деталь туалета, как перчатки. Они были крайне популярны. Бальзак в своем эссе «Изучение нравов общества по перчаткам» выдвигает теорию о том, что можно понять характер, статус и настроение господина по его перчаткам. Когда дамам становилось холодно, они закутывались в шаль или палантины. А им действительно могло быть холодно, потому что особо рьяные модницы смачивали юбки водой. Такая хитрость помогала им больше походить на античную скульптуру. Как мы все помним, в мраморе юбки действительно прилегают к ноге модели. Важным атрибутом, дающим нам полную информацию о модели, является кольцо. Если мы обратим внимание, она протягивает это кольцо в сторону бюста скульптурного. При этом сама скульптура – это бюст с ее супруга. Кольцо в данном случае обозначает ее вдовство. Такой атрибут был достаточно понятен зрителю своей эпохи, потому как перстни достаточно долго являлись символом имущественного права. Таким образом, кольцо, принесенное вдове с поля брани, автоматически делало ее законной наследницей, законной вдовой. Супруг нашей дамы, видный военачальник Людвиг Михаил Пац, адъютант Наполеона, генерал, был очень храбрым человеком, погиб в Смирне в 1835 году. Перед нами история о настоящей любви. Если вы посмотрите на прическу дамы, то обратите внимание, что там присутствуют белые розы, как знак вечной любви и преданности. Всем любителям подобной символики рекомендую прийти в залы нашей художественной галереи. Субтитры создавал DimaTorzok